Хэй-хэй-хэй! Всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы будем продолжать играть в замечательную игру под названием SteamWorldDig2. Друзья, напоминаю вам, что чем больше лайков вы ставите, тем больше и быстрее выходит следующая серия. Не забывайте поставить подписаться. И также, наверное, начнём уже. Нам нужно отключить эту машину Рока. По секрету вам скажу, что я второй раз мне пришлось про Рока убивать, потому что у меня не сохранилось в прошлый раз. Так, ну что, заходим в эту машинку, посмотрим, что она нам сейчас даст. Я, к сожалению, вот опять же, не сохранил в предыдущий свой прогресс, но вроде бы получилось у меня уничтожить. Тогда ещё раз про Рока, и что мы получаем здесь сейчас посмотрим? Получаем пламенный топор! Хэ-э-э! Ну, это уже другое дело. Другое дело, дорогие друзья! Слушайте, а как мне его использовать? А, это я кирку свою улучшил, получается, да? Ну, вроде как да. Так, ну посмотрим, чё... А, стоп. А-а-а! То есть, я сейчас улучшил свою кирку таким образом, что... Кажется, я понял. Я могу теперь зажечь этого голема, и он освобождает мне проход, но при этом становится опасным. В принципе, в принципе, понятно, ничего сложного в этом нет. Так, давайте тогда продвигаться дальше. И мне бы хотелось, на самом деле, вернуться уже домой и немножечко улучшить своё оборудование и всё остальное. Так, кстати говоря, интересно, вот как мне здесь пройти... пройти, а, все, понял, понял, надо будет вниз залезть, но это не слишком сложная головоломка, конечно, стоп, давай, проходи, проходи вперед, давай, давай, отлично, отлично, и я вот сюда сейчас спокойненько падаю, главное, чтобы он на мне там теперь не застрял, давай, проходи вперед уже, хватит стоять, кстати, блин, очень хорошо, что я могу вверх бить, иначе бы сейчас было бы сложнее, минус 2 хп, он, кстати, сразу снимает за 1, за 1 касание, так сказать, хорошо, хоть не атакует, и на топ, спасибо, так, а что я сделал, случайно что-то уничтожил, что-то разбил, за что получил, кстати, хпшечку, так, вот, единственное, что, блин, неудобно мне залазить через эти штуковины, ну, ладно, так, давай, пролезай теперь, проходи вперед, и я сейчас спокойненько спущусь вниз, ну-ка, 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 давай, 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 есть, готово, и теперь спокойно проходим обратно, храм разрушителя, вернулись сюда, и, слушайте, мне теперь очень, о, кстати, смотрите, я вижу здесь сломанное что-то, да, а я могу как-нибудь открыть это теперь? Блин, вроде бы сейчас у меня пока даже нет такого улучшения, чтобы я мог это сделать, а этот топор, интересно, огненный влияет только на големов или на что-то еще? То есть могу ли я теперь как-то сильнее или быстрее разрушать блоки или каким-то образом получить с этого еще какой-то профит? Потому что пока что не знаю, пока что не знаю, так, ну что, нам теперь вниз нужно, а, я могу, наверное, зажечь теперь эту чашу, да? Ну-ка, да, могу, смотрите, отлично, так, ну, единственное, что сначала, опять же, я хочу вернуться в город, там, я вижу, нужно еще три зажечь, поэтому еще мы успеем это сделать, а пока что давайте вернемся в Эль Макино, в Эль Макино. Итак, что нам скажет, да, вы просили тоже, чтобы я поговорил с ботами? Эта тупая секта прячет какую-то машину судного дня, это из-за нее земля трясется, ржай ее. Эй, ну так это точно не наша проблема, нельзя же ждать от мэрии, чтобы мы разбирались со всякими там концами света. Моя задача отправлять бота в шахту и получать драгоценные камни, и налогами шахтеров облагать. Ты тут за все отвечаешь, тупица, занял должность, теперь разбирайся. Эй, а девочка же уже бывала в храме, она может сходить туда еще раз и отключить машину. Нет машины, нет проблемы, и не забывай приносить новые драгоценные камни. Блин, вот он, конечно, просто, просто гадкий мэр. Очень хорошо, что мы и без него можем справиться. Кто мог подумать, что у этих сумасшедших фанатиков под их развалюхой столько сокровищ? Надо было три года назад раскопки начать. Ну да, я слышал, что в развалинах живет безумная секта поклонников конца света. Это их дело, я туда не суюсь, ясно? Ясно-то ясно, но, блин, вы все трусы. О, эй, ты добралась до каменномолонной станции, этот молоток продыряют даже самые твердые кирпичи. Ты сможешь обследовать обратную сторону стены просто на раз-два. А еще тут можно улучшать расход топлива, и вот это вот все. Модификация пневмоцилиндра дает повышенную скорость работы. То есть у него большой потенциал. Вот. Видроид, конечно, в своем репертуаре такой скромненький, но ничего. Ладно, разберемся. А так, машина судьбы, кстати говоря. Этот инструмент нельзя улучшить, не знаю, что это такое. Титанический бур. Но у нас пока что мало достаточно денег. Может, посмотрим по шестеренкам, что у нас тут есть. Так, смотрите. В поисках наживы. Вот это я бы хотел сделать, конечно. Но до этого еще времени много, видимо, по всей видимости. Водокачка. Можно вот это, в принципе, получить. Либо не дает бомбам нанесить урон вам. Либо... А больше, в принципе, ничего и нет. Ну, давайте тогда пока это включим. Нам, в принципе, все равно. Шестеренка у нас так и так есть. Ну-ка, а с ним можно что-нибудь? Отлично, уже есть находки. Целых четыре замечательных артефакта. Я дам тебе еще один чертеж, если ты покажешь мне не меньше шести артефактов. Так, храм слабо изучен. Мой коллега Рональд Хаббот был единственным, кто рискнул побывать там. И что с ним случилось? О, у него, похоже, было какое-то жуткое видение о конце света. Он обосновался в храме, начал собирать вокруг себя безумных ботов. Могу только предполагать, какие чудесные артефакты таятся в тех развалинах. То есть, это он, получается? Вот этот пророк или кто? Слушайте, не знаю. Ну, ладно. Давайте тогда вниз пойдем. Сейчас нам еще нужно разобраться с вот этой секреточкой. Открыть нужно еще два... Две лампы, не знаю, как это называть. Наверное, две лампы. Зажечь нужно, в общем, их. Давайте сейчас разберемся, найдем, где они находятся. Так, стоп-стоп-стоп, что это такое? Вот это здоровый бассейн расплавленной руды. Эта секта и впрямо помешалась на этом всем. Конец света, огненные реки. Я расплавлюсь, если попытаюсь перейти здесь. А может, сунешь ногу и посмотришь? Там не может быть настолько горячо. Да тут нужна невоспламеняемость. А вот если бы ты была такая же крутая, как я, могла бы просто перелететь через эту штуку. Блин, ну ты бы могла бы мне помочь как-нибудь перелететь. В общем, так или иначе, да, нужно тогда улучшение на три шестеренки открыть невоспламеняемость. Ну, с этим мы попозже разберемся тогда, пока у меня трех шестеренок в любом случае нет. А вот здесь пройти мы теперь сможем, по идее. Так, ладно, давайте тогда сначала вот сюда, вот так и вот так. Есть. Готово. Вижу там уже лампу эту, кстати, вторую. И отлично, можем ее зажечь. Еще одна лампа есть. Осталась еще одна, последняя. Последняя лампа и она, наверное, где-то наверху, мне почему-то так кажется. Давай, проходи вперед, пожалуйста, быстрее. Так, давай, 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 проходи, проходи, проходи. Мне нужно еще много чего сделать. Хочу вниз открыть эту машину, наконец-то. Так, отлично, с этим мы разобрались. И осталась последняя, последняя лампа. Только нужно до нее теперь как-то добраться. Сюда, сюда, может она где-то наверху? Потому что я... Не, смотрите, до сих пор много надо. Не то чтобы много, но прилично, прилично нужно бить, чтобы разбить эти блоки. Похоже, что огненное улучшение влияет только на големов. А очень даже жаль, можно было бы, наверное, поинтереснее было бы, даже если бы это огненное улучшение влияло на что-то еще. А, кстати, вот еще одна, вот еще одна лампа. Давайте ее сломаем, точнее, зажжем. И у нас открывается рычаг. Все, теперь мы можем его дернуть. Кстати, а это на что влияет? Ну-ка. Похоже, что ни на что. Просто защита от... А, защита от блоков. То есть мы могли эту лампу тоже зажечь, даже без, в принципе, этого, этой кирки. Ну, ничего страшного. Давайте используем, посмотрим, что там внизу будет. Машина судного дня. Интересно, как у нас получится ее отключить или получится вообще. Может быть, сейчас мы Расти увидим, наконец-то. Давайте посмотрим, давайте посмотрим. Так, здесь у нас ничего. Здесь тоже ничего. И здесь ничего. А вот здесь должна быть машина уже. Давайте запрыгнем туда. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Кхм. Машина судного дня. Вот она здесь. Ого. Ну-ка. Наверное, это и есть машина Рока. Я не хочу верить, что Расти мог сделать что-то подобное. Похоже, в этой штуке полно кусков от Виктрона. Раздолбаем ее. Ура. Ну, давайте раздолбаем. Почему? Хотя я уверен, что Расти это не просто так сделал. Поэтому даже не знаю, есть ли в этом смысл. Но, видимо, другого выхода нет. Давайте попробуем. Поехали. Поехали. Хе-хе-хе. Круто было. Да, теперь эта штука выглядит безобидно. Правда? Тут соединены части робота и Виктрона. Зачем Расти построил такой механизм? Ты слишком много думаешь. Больше взрывов, меньше слов. Нам нужно вернуться в Оазис и сказать Розе, что устройство обезврежено. Ладно. Оазис, так Оазис. Кстати, еще один уровень получили. Очень даже приятненько. Все. Теперь мы можем спокойненько возвращаться. Для этого нам нужно использовать пневмотрубу. Опять же, мы теперь поедем просто не в наш дом, так сказать, а в дом бомжей. Так, а как я меня отсюда выб... А, понятно, понятно. Просто текстура. Просто обычная текстура, не прорисованная. Точнее, прорисованная, но через которую можно провалиться. Все. Давайте теперь в Оазис. Где здесь? Вот сюда. Очень даже рядом, между прочим. И нам нужно поговорить с Розе. Давайте поговорим с другими бомжами. Уйди! Брысь отсюда банка консервная. Я не опасная. Я просто хотела. Бжик, бжик, бжик. Ладно, ухожу. Розе против, чтобы я ходила в шахту и резала всех, кто попадется? Правильно делает. Но мне нравится резать. Зла Хелли какая-то. Но она, походу, реально злая. Блин, люди действительно сошли с ума. Тссс. Тсс. Ты их распукаешь. Безобидно, по-моему, рыба в этой грязи не выживет. Рыба? Какая рыба? Это ботинки мои скользкие, убегают все время. Ну что, приплыли ботинки? Ааа, надоели ботинки. У Клео в горле пересохло. Клео больше не хочет ждать. У Клео планы. Клео отсюда убежит и больше не будет ловить ботинки. Ладно. Тупое ведерко. Клео тебе сейчас как нападаст, чтобы глупости не говорила. Клео скоро уйдет. Тут буза кончается. Слушайте, они реально все сумасшедшие. Просто жесть. Да уж, удивительное местечко. Это все Рози. Она в детстве была такая мелкая. Сейчас она большая и сильная. И вся буза у нее. Искупаться бы в бузе. Тогда бы я стал сильным. А Рози к бузе даже не притрагивается. Она тяжести таскает. Вот глупая. Что за буза? Видел этих тварей в туннелях? Из них выйдет отличный шашлык. Только надо их помариновать в бузе. И можно устроить отличный пикник. Слушайте, жесть какая-то. Мне реально стремно здесь находиться. Они все сошли с ума. Просто сумасшедшие. Так, нам удалось обезвредить ту штуку, что вызывало землетрясение. Отлично. Мы молодцы, мы справились. Да, круто. А вот Расти пока не видать. Хм, если эта штука под названием Виктрон его изменила, может там внизу, в его остатках? Эта машина Рока и правда частично состояла из технологии Виктрона. Ой, нет, я знаю, о чем ты думаешь. Я не хочу туда возвращаться. Ты не знаешь, каково там, когда у тебя своей воли нет. Я уже столько прошла, я не могу все бросить. Фен, ты мне просто вход покажи. Почему? Почему нельзя просто пойти и взорвать что-нибудь? Он одолел Виктрона. Расти спас нас. Я тебе помогу. Но когда ты войдешь в Виктрон, я тебе больше не помогаю. Так. Нифига себе. Очень даже внизу. Слушайте. Очень внизу. Так, поговорить с Розе. Так, все, понятно. Войти в Виктрон. Может исследовать Виктрон. Только я не очень понимаю, как мне туда доползти. А как можно... Можно как-то до него долезть тоже. Интересно. И там, смотрите, какой-то проход есть в шахту. Ладно, с этим мы тоже разберемся. Но сначала нужно дойти до Виктрона. И видимо нам нужно копать... О, открытая секретная зона. На самом деле я просто хотел сюда залезть и все. Ну-ка, может здесь еще что-то тогда найдем? Да вроде бы нет. А с чего бы вообще она должна была быть секретной? Просто... Ух ты, смотрите, новый противник. Ну-ка. Нужен свет. Но у меня света, к сожалению, нет сейчас. Василек. Ладно, просто будем пока копать вниз. Может что-нибудь интересное найдем. Так. Вот, кстати, вот он. Оп, оп. 105 опыта. Слушайте, много. Много дается. Очень даже здорово. Еще, 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 еще. Блин, больно они бьют, конечно. Но зато за них дается нормальный кровавик. И опыта достаточно много. Поэтому будем стараться, конечно, их уничтожать потихоньку. Так. Сюда. Сюда. Давай. И вот так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И ох, успел. Все, отлично. Давайте сейчас сломаем. Блин, меня все цепляет. Все потихонечку цепляет. Это на самом деле не очень приятно. Но зато еще один Василек нашли. Скоро надо будет уже пневмотрубу найти и телепортироваться обратно в Эльмакино, чтобы все продать. Потому что сейчас у меня достаточно много всего. Так, смотрите. Знак осторожности. Пытается залезть сюда. Видели? Блин, а он может, оказывается? Стой, стой. Блин, я не знал, что он может залезать. Он умеет прыгать. Кто бы мог подумать на этот счет? Я не знал. Ладно, давайте продадим то, что есть хотя бы. Потому что у нас сейчас достаточно много это денег должно дать. Ну, хотя как много? 60 монет только. Блин, ну ладно. Городок был куда меньше, но вот потенциал был ого-го. Я тут построил отличный бизнес. Оставалось найти того, у кого шестеренка не тонка. Нужно спускаться в неразведанные глубины этого мира, детка. Это рискованно, зато и награда стоит того. Слушайте, ну да, я это лучше Вас знаю, наверное. Потому что я как бы лажу, а Вы нифига не делаете. Может быть, кстати... Ну-ка, давайте попробуем туда пролезть. Я помню, что там было что-то интересное. О, а может быть еще и сюда сможем. Да, реально сможем. У нас же есть вот эта штуковина. Давай. Есть. Шестереночка у нас еще одна появилась. Надо переходить... Ну, как бы, приходить периодически в старые места. Потому что здесь можно найти то, что раньше мы использовать не могли. Я же могу теперь сломать? Нет, не могу. Так, а зачем тогда мне сюда? Может быть, мне сюда и не нужно? Ну-ка, ну-ка, давайте пока пролезем. Посмотрим. Может быть, что-то найдем. По крайней мере, я помню, что я хотел сюда еще вернуться. Для того, чтобы что-то из того, что мы раньше не могли сделать. Теперь мы можем, по идее. Так, давайте. Раз прыжок. Два прыжок. Три прыжок. Что-то здесь было, блин. Что-то здесь было. Я просто уверен на 100%. Может быть... Нет, эти камни мы можем сломать. Значит, там что-то другое было. Какие-то камни, которые мы сломать не могли. Кстати, по идее, мы можем... Сейчас аккуратненько. Вот так вот. И вот так вот. И вот так. Давай. Что у нас здесь? Василек. А, нет, ремалит. Слушайте, 30 монет. Это уже получше. Совсем другое дело. Ладно, по-моему, ниже... Ниже... Здесь мы слом... А вот так вот, если... Нет, тоже не можем. Хорошо. Значит, где-то здесь должен быть проход. Или нет? Ну-ка, а если вот так? А если вот так? Блин, даже кошка не действует. Чего? А почему так? Это не честно. Ну-ка, давай. Еще прыжок. Не достаю, ребят. Не достаю. Похоже, что пока еще все-таки рано мне сюда приходить было. Ну, ладно. Давайте тогда что-то по-быстрому пробежим. Это, в принципе, много времени не займет. Я уже могу ориентироваться просто по... Так сказать, карте. По-быстренькому. Раз, раз, раз. Сейчас вернемся обратно. И можно уже будет по пневмонтрубе спускаться дальше вниз. В принципе, еще одна шестеренка у нас есть. Это значит, что... Кстати... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ага. Ага. Может быть здесь секретная зона? Ну-ка, иди сюда. Блин, а как мне... Да, все, понял. Отлично. Секретная зона найдена. Это получилось не слишком сложно. Все. Теперь можно опять возвращаться вниз. И у нас получается, кстати, три шестеренки сейчас может быть. То есть две у нас свободны. И одна у нас та, которую мы вложили в эту... В водокачку. Можно даже вернуться сейчас в Эль Макину. И использовать наши шестереночки для того, чтобы прокачаться. Прокачать что-нибудь прикольное. Давайте, наверное, так и сделаем. Потому что все равно пневмотруба у нас сейчас будет по пути. Так, сюда. И вот сюда. В Эль Макину теперь, пожалуйста. Отлично. Отлично. Так, я надеюсь, что мы сейчас что-нибудь интересное сможем сделать. Иди сюда. Улучшения. Шестереночки. Сейчас мы сначала снимем одну вот здесь. И теперь. Можно ли бы плитки, разрушенные бомбами, дают дополнительную водяную сферу? Но я не очень хочу это. За каждого убитого киркой врага вы получаете деньги. А, кстати, что там нью? Ну-ка, ну-ка. Аккуратно. Пламенный топор. Улучшает урон на дальнобойстве кирки. Позволяет наносить больше урона. Можно использовать и по-другому. Так, ну это понятно. Это у меня и так установлено. Вот. Ненадолго до... Отлично. Вот это я хотел. Вот это просто отлично. Теперь смотрите. Мы можем, во-первых, теперь телепортироваться к бомжам опять. Ну-ка, иди сюда. Вот в оазис. И попробовать дойти до... До туда вот. Так, по-быстрому. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Есть. Отлично. Баргыр-грыр. Прошу прощения, я только... Камушки, баргыр. Ладно. Баргыр. Ладно. Понятно, еще один сумасшедший очередной. И... Отлично. Так, а как мне пройти сюда? Алло. Вы чё? Как мне сюда залезть? Нельзя, не получается. Слушайте. Ну ладно, что поделаешь. Кстати говоря, мне кажется, что мы могли бы пройти здесь и без... Ух ты, вот этот прыжок был. Могли пройти здесь и без иммунитета клави, потому что можно было просто через кошку. Через кошку это сделать. Ну, в принципе, ладно. Прошли, прошли. Так, давайте тогда дальше проходить. Я надеюсь, что что-нибудь интересное мы тоже здесь найдем. Единственное, что мне не нравится, это то, что у меня ХП, конечно, очень мало, ребят. Очень. Просто очень сильно мало. Так, Василек. Давайте сейчас аккуратненько попробуем вот так сделать. Вот так. Оп. Есть. Еще 30 опыта получили. Еще вот здесь что-нибудь хочу получить. Еще Василек. Еще один. Так. Раз, два, три. Блин. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть здоровья. Поэтому нужно, конечно, аккуратно с этим разбираться. Возможно, что стоит вернуться опять в Эль Макино. Я пока не знаю. Давайте пока вниз спустимся, посмотрим еще что-нибудь. Если найдем пневмотрубу, то было бы очень хорошо. Потому что я что-то уже стремаюсь, ребят. Реально стремаюсь. Так. Я вижу там вот как раз того врага, который в прошлый раз нас загасил. Так. Аккуратненько. Постараемся его обойти, чтобы он нас не заметил. Блин, он нас заметил. Быстрее, давай сюда, 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 сюда. Быстрее, 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 быстрее. Пожалуйста. А, фух. У меня один хп остался. Просто последний. Меня, видимо, зацепил кактус, а не тот враг. Фух. Ладно. Давайте попробуем. Давайте попробуем дальше. Сюда. Недостаточно места. Можно, в принципе, продать что-нибудь. Так. Ингвиниум получили. Но я хочу до пневмотрубы уже долезть и всё. Так. Сюда. Хорошо. Здесь, в принципе, по... Блин, 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 блин. Отстань от меня. Отстань, пожалуйста. Просто отстань от меня. Не лезь. Давайте мы, наверное, вот так сделаем. А-а-а. Что ты будешь делать? Это просто невозможно, ребят. Просто невозможно. Меняйте. Давайте, наверное, снимем пока что это улучшение, которое даёт больше урона, но больше кровавика. Потому что что-то меня враги просто овнят не по-детски. Сейчас. Так. Иди сюда. Давай. И вот здесь, по-моему, это было. Вот. Кровавый путь. Пока что уберём, ребят. Пока что уберём, потому что что-то меня кровавый путь это до крови доведёт. Пока можно сюда вложить. И пока больше денег у меня особо нет. Всё. Возвращаемся обратно. Теперь я думаю, что всё будет нормально. Единственное, что... Знаете, куда мы ещё можем сходить, ребят? Можем сходить вот сюда. Потому что у нас теперь иммунитет клави есть. И я думаю, что мы теперь сможем получить с этого небольшой профит. А именно вот здесь вот. Собственно, где Фен и говорила, что мы не сможем сюда пройти. Оп. Есть. Прошли. Отлично. Открытая секретная зона. Здесь мы получаем аметрин за 50, между прочим, монет. И куда бы нам теперь можно... А, смотрите. Нет, я не могу сюда залезть. Я не могу сюда залезть. Понял. Блин, обидно. Обидно немножко, потому что там эти железные пластины, которые мешают кошке цепляться. Ну, хорошо. По крайней мере, аметрин получили. Можно, кстати, сейчас прям вернуться в Эльмакина. И по-быстрому аметрин это продать и получить какое-нибудь улучшение за это. Давайте, наверное, так и сделаем. По-быстренькому это все оформим. Иди сюда. Давай 50 монет мне за аметрин, пожалуйста. Отлично. Отлично. И... Так. И вот сюда. За 279 мы сможем что-то купить или нет? Да, можем. Сумка сделана суммом. Каждое улучшение добавляют по ячейке. Можно, в принципе, его взять. Либо можно взять вот это. И, наверное, я так и сделаю. Мне нужно больше ХП. Потому что меня враги действительно уничтожают достаточно быстро. А теперь им будет делать это намного-намного сложнее. Все. В Уазис. И я надеюсь, что у нас сейчас наши приключения продолжатся. И будут уже помощнее. Потому что как-то... Что-то пока мы особо много ничего не сделали. Только уничтожили машину с 1 дня. А я бы хотел сегодня еще что-нибудь пройти. Так. Исследовать Виктрон. Вот я бы хотел, на самом деле, в этой серии это сделать. Поэтому давайте вниз спустимся. Теперь сюда по-быстрому. Оп-оп. Давай вниз. Хорошо. Хорошо. Быстрее. Быстрее. Давайте попробуем его. Раз. Два. Три. Видите? То есть все равно он меня цепляет. Но за счет того, что я кровавый путь снял. В принципе, он совсем чуть-чуть меня цепляет. Вообще прям незначительно даже, я бы сказал. По крайней мере, не так, как раньше. Раз. Два. Три. Да, снимает всего лишь 1 ХП за 1 удар. Это вполне себе терпимо. Я даже не буду особо париться на этот счет. Сейчас мы еще одного давайте добьем. Аккуратно. Сюда. Сюда. Блин, главное, чтобы... Отстань от меня. Блин, жучара. Отвали. Блин, как же сильно они бьют. Я еще никак не могу привыкнуть к этой боевке. Какая-то она прям очень сложная. Очень. Отлично. Отлично. Сюда. Василек. И давайте, наверное, включим вот эту штуковину. Потому что так, мне кажется, будет намного быстрее. Есть. Ингвинюм получили. Хорошо. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, чего так слабо-то, а? Блин, прям... Я не знаю. Очень сложная боевка здесь. Конечно, это больше платформер, чем какая-то драка. Ну, то есть здесь на драку не особо рассчитано. Но... Отстань. 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 Блин, у меня уже пол ХП осталось опять. Меня сейчас опять добьют они. Нужно срочно... Пневмо-трубу я уже вижу, но срочно до нее дойти надо. Так. Отлично. Блин, 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 блин. Совсем чуть-чуть у меня уже осталось. Совсем чуть-чуть здоровья. Так. Хорошо. Вижу пневмо-трубу. Надо до нее докопаться теперь. Вот так, вот так. Отлично. Отлично. Транспортная пневмо-труба застава нижней шахты. Ну, теперь уже совсем другое дело, я думаю. Совсем другое дело. Давайте сейчас тогда по-быстрому все продадим. У нас, в принципе, есть немножечко ресурсов, чтобы обнять их на деньги. 46. Неплохо. Давайте теперь вернемся обратно. Пневмо-труба у нас открыта. С каждой пневмо-трубой нам все проще и проще будет, в принципе, раскачиваться. Так, сюда, вниз, застава нижней шахты. Посмотрим, что у нас тут интересного есть. В принципе, очень много кактусов, кстати говоря. Это, наверное, единственное... Так, вот так вот аккуратненько. Блин, аккуратненько говорю. Оп. Есть. Единственный, наверное, враг, который с самого начала был до самого конца. Спускаемся вниз теперь. И осталось, я думаю, что уже немножко до того места, куда я хочу дойти. Блин, сломал серебро немного. Ну ладно. Так, аккуратненько. Давай взрываем мне все. И вниз. Отлично. Сюда. Сюда, блин, опять очень много всяких этих кактусов и всего прочего. Как бы мне теперь аккуратно... Оп. Есть. Отлично. Идем вниз дальше. Вниз. Сюда. Сюда. Пока вроде бы получается нормально. Не золото, но блестит открытое достижение. Не знаю в честь чего, но достижение это всегда приятно. И вот сюда. Все. Теперь можно прокачиваться. О, кстати, еще серебро. Слушайте, ну серебро, кстати, не так уж дорого. Стоит всего лишь 7 монет. Могло бы быть и побольше, я думаю. Ну да ладно. Так. Стоп, 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 стоп. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть раз. Есть два. И третьего уже не успел. Ну ничего страшного. За два тоже нормально. Так, сюда, сюда, сюда. Блин, жук все-таки вылупился. Вылупился жук. Но ничего страшного. Давайте еще сюда. И вот тут мы быстро должны прокачаться. Готово. Раз. Слушайте, ну осталось совсем чуть-чуть. И у нас будет еще один уровень открыт. Очень даже хорошо. Так, давайте взорвем сейчас. Ну, ну, давай прыгай. Прыгай. Раз. Два. Готово. Ну, так дайте мне, пожалуйста, уже уровень. Ладно, я думаю, что сейчас получу. Раз. Блин, осталось сколько еще? 25, что ли, монет? Раз. Два. Да, есть новый уровень. Есть. Отлично. И, кстати говоря, намного проще уничтожать врагов теперь стало. Потому что вот как раз таки у меня опять же нет этого кровавого пути. Поэтому все стало намного проще. Блин, все равно, конечно, жесть полная. Эта боевка очень сложная. Но вроде бы потихонечку разбираюсь. Вроде бы каждой серии все лучше и лучше. Но все равно, все равно сложно. Раз. Два. Есть. И теперь просто вниз. Вот так вот. Давай, давай, давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Еще успеваем. Еще успеваем. Блин, не успел. Все-таки не успел. Ну, ладно, зато сейчас попробуем вот так вот сделать. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Да, блин, как они так быстро вылупляются? Они вроде бы реально стали вылупляться быстрее, чем раньше. Жесть какая-то. И нужно будет, кстати, купить еще сумку. Новую сумку, которая дает плюс один к переносимому. Переносимым ресурсам. Как же сложно все это. Раз. Два. За два удара можно их, в принципе, убить сейчас. Ладно. Хотя бы это радует, что достаточно быстро это все получается. Так, но больше места у меня, к сожалению, нет. Ладно, разберемся. Разберемся. Может быть, что-то выкину. Я же получаю за это все равно немножко денег. Хоть и чуть-чуть, но хоть так. Нет, смотрите, один и тот же ресурс падает. Давайте, наверное, что-нибудь выкинем. А что у меня дешевое? Вот это, наверное. Давайте это выкинем. Да, готово. И здесь мы получаем серебро. Да, ну, немножечко, но немножечко, но дороже. Немножечко дороже. И это все-таки приятно. Ладно, давайте вниз. Еще. Еще, наверное, здесь опять серебро. Но у меня больше нет места вообще никакого. Блин, слушайте, вообще столько здесь всего падает. А куда мне хоть лезть-то теперь? У меня даже не подсвечивается вроде на карте почему-то. Ладно, давайте пока просто вниз пробиваться. И, конечно же, у меня закончилась на самом важном месте вода. Ладно, давайте тогда наверх. Теперь нужно еще найти воды. К сожалению, мне приходится немножко побегать, дорогие друзья. И, может быть, даже что все-таки Викторона придется побеждать уже в следующей серии, ребят. Давайте, наверное, сейчас постараюсь и по-быстрому пройти. Вот я воду нашел, хотя бы это меня радует. По-быстрому попробую пролезть сюда. Так, давай-давай-давай-давай. Отлично, воду мы накачали. Водокачка работает достаточно быстро. Еще немножечко опыта получили. И осталось просто вниз ползти. Ну-ка по карте сейчас посмотрим. Слушайте, немножко осталось. Давайте до Викторона дойдем. И остальное уже оставим для следующей серии. Потому что, думаю, что экшен только начинается. Экшен только начинается. Давайте залезем сюда. Сюда. Все, открыли воду дальше. Если что, теперь можно пополнять запасы здесь. Зайниконий. Слушайте, ну у нас совсем уже места нет. Все под завязку забито. Надо сначала все-таки, наверное, дойти до какой-нибудь пневмотрубы. И потом уже продолжить. Либо же, либо же можно выкинуть кровавик. Потому что с него мы получаем не так уж много денег, как вариант. Ну ладно, разберемся. Пока что у меня это серебро не сильно важно. Давайте вниз. Еще вниз. И вот тут вот. Вау. Ого. Слушайте, здесь уже динозавры какие-то. Вообще, жесть какая-то. Так, вот пневмотруба. Отлично. Нижний уровень шахты. Вверх, вверх, вверх. В Эль Макина мы сейчас продадим все ресурсы. Давай, иди сюда. Продаем. Сколько получаем из-за этого? Тридцать шесть. Сто двадцать. Сто пятьдесят два. Хорошо. Я думаю, что надо купить сейчас сумочку побольше, чтобы мы могли побольше всего сюда складывать. Улучшения. Сумка сделана суммом. Отлично. И здесь у нас снова есть улучшения. Возможность мгновенно вернуться в Эль Макина без потери ресурсов. Активируйте способную в системной вкладке. Не работаю в пещерах, когда вам грозит опасность. Слушайте, это очень круто на самом деле. Отражает первый попавшийся в вас снаряд. Восстанавливается за тридцать секунд. Это очень-очень круто. Я думаю, что вот это я могу отключить. Зачем мне это надо, если я смогу возвращаться сюда? И в принципе, можно что еще отключить? Давайте сейчас посмотрим. Наносит урон всем, кто атакует вас. Это я не очень хочу. Это можно отключить. Так, у меня не хватает еще одной. Еще какую-нибудь одну штуковину отключим. Отключим и будет вообще огонь. Наносит урон всем, кто атакует вас в ближнем бою. Расширяет радиус освещения. Находки сияют. Давайте вот это, наверное, сделаем. Вот так. Портал спасения. Теперь в любой момент мы можем телепортироваться. Офигенно. Просто офигенно. Все, ребят. Я думаю, что сейчас осталось там совсем чуть-чуть. Сейчас мы долезем вверх. Куда мне только... Как мне это сделать? Сейчас посмотрим. Наверное, с помощью кошки это сделано по-быстрому. Оп. Сюда. Сюда. Есть. Есть. Сюда. 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 Блин, ребят, мы уже совсем близко. Я уже прям предвкушаю этот момент. Скорее всего, здесь будет шахта. Да, здесь шахта. Давайте шорткат потом сделаем. Вот такой вот. Раз. Готово. И увидимся уже в следующей серии, дорогие друзья. Потому что теперь нас ждет Виктрон. И мы его увидим в следующей серии. С вами же был Ченаски. Я вас всех люблю. Увидимся уже совсем скоро. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok